Вопрос в другом. Если вы, друзья, кстати, не ознакомились с материалом, с большим интервью с Кондаковым, чтобы, соответственно, осознать вообще, что произошло с Vega Squadron, почему теперь у них играют европейцы, как это произошло, каков был путь, можете заценить, можете найти интервью Яны Медведевой по этому поводу, опять же, это не реклама, а мой личный, соответственно, совет. Пошли по пути Virtus.pro, когда они вот набрали, там был Паша Бицепс, Стас, вот они сейчас берут англоязычных ребят, и, может быть, когда-нибудь у них получится, но точно не на этом турнире, точно. То есть, по-твоему, у них есть перспективы, да? То есть, где-то ты в топ-15 хотя бы их видишь? Ну, где-нибудь там, через три годика, может быть, там... Ого, тебе не кажется, что это слишком долго для нынешних? Ну, они малые, зеленые, то есть, там, объективно говоря, высокий уровень микро, но слабейший гейм-десижн, то есть, они... Ну, есть бывшие игроки Моузов. Да, ну, кто эти игроки? В смысле, от Финнен? От Финнен, Моуза, ну, то есть, я имею в виду, как угодно называть. Это, что это, в Лондоне, один турнир не показатель, топ-2 мажора. Топ-2 мейджера? Это один турнир, все. Один турнир не показатель. Один турнир, два игрока, три карты. Все. Математика, ясно. Хорошо. Огор, у нас сегодня вот еще смолуха будет, я так понимаю, вот он у нас за акробами. Вообще нереальный фанат будет рассказывать, как он нагибает в паблике налево-направо. Нет, такое еще, знаешь, есть. Эш, такое же, да? Да, у них просто полоска вот такая. В последние игры, понял, понял. Он еще это делал до того, как все стали это делать, а теперь все так. Эш, это лучший огур руха. Короче, жесткий, да, вообще персонаж. Че он? Почему он-то часто ворвался? Усмайлуха на третью ходит, Эш ходит на третью, а здесь Огор Саппорт, скорее всего. А ворвался, потому что для 2.1.2. Он хорош. Ну, он жирный, у него много хаппоригена, может похитаться. Но при этом он не ранджевик, к нему все равно можно взять милишного кора. Да, конечно можно. И самое главное, что он бафает. И вот у тебя, допустим, есть 2 кора, у противника есть 2 кора. Но твой кор, вот он под блудластом. И вот тут вот как бы все начинается. А теперь внимание, на ваших экранах бруда. Вторым пиком. Вторым пиком. Когда у противника уже есть акс, например. Это реально странный маневр. Я имею в виду, раньше так никто бы не сделал. Сейчас это просто ты будешь доджить линию или что делать? Ну, наверное. По-хорошему ставишь акс прямо сейчас, потому что у тебя ранее в стадии игры, ты можешь переделать все что угодно. Ставишь так, чтобы у тебя линии могли бегать, акс бегать за брудой. Она пытается его обойти, фармить хрипов, там меншет, акс забирает всю линию, берет даггер. И дальше ему все, что нужно будет по игре делать, это убивать, искать, спасать, убивать. Ну, смотри, а виспо забанили? Ты вот Лос говорил о том, что о нем забыли? А, они научились? Ого. Эволюция. Опять же, Некрач Феникс, два суперметовых парня, тоже в парне, слава богу. Кстати, вчера был замечательный матч, мы взяли Некрач Льву на ферст пик, его закатрили Шеду и Демоном. Ого. Так можно? Пуржа снимает второй. Она снимает, смотри, круче, вторую. Она ставит от косты. Нет, снимает Юл, снимает Айон и так далее. То есть ты играл вообще ничего. Это еще медленно ходишь. И ставишь, значит, Некр на реке, ловят Пурж и ТБ с речки. Кайф. Пышь, пышь, пышь. Да, да. Как-то я помню игру против Артизи, где у него как раз-таки Толи Некрач был, только какой-то другой персонаж, на котором был Айон Диск, и против него как раз-таки FNG на Shadow Demon собрал Аганим. Там как раз-таки эту игру Джам вместе с Ritel комментировали. Это вообще невозможно жить. Это ультимейты залетают и залетают, залетают и залетают. Ультимейтам. Так, что у нас по банам? Винтер Верна от Веги. Опять же, и вот он, Дэнди, на ваших экранах. Дондо. Дондо. Рады вообще его видеть. Постоянно, в последнее время вижу, как кто-то из мидеров, условно говоря, ну, до этого еще пара человек писали о том, что вот Дэнди круто стоит один на один. У меня вопрос только один. Почему все начали сомневаться в этом? Game Decision слабый. Слабое принятие решений по игре. Так это же, не он должен их принимать. Ну, если подумать, кто у нас вообще в СНГ принимает решения? Это правда. Все пытаются постоянно найти хотя бы одного ответственного за, в принципе, хотя бы что-нибудь. Ответственность никому не нужна. Да. Само свое. Ну да, постоянно спрашивают, кто нанял вот этого, короче, чем-то с крашеными волосами. Я тоже из-за самого не знаю. Инициатива кое-что делается инициатором. Именно так, именно так. Магнус с третьим пиком от Веги. Напомню, это вот фирменный Магнус этого турнира. То есть вчера, первый день, мы видели Магнус в первой стадии, еще один Магнус. И вот для этого уровня игры Магнус хорош. Все коры бегают с импауэром. Он довольно-таки лейтовый. Он еще довольно-таки прочный. То есть он впитывает во имя своей команды. И в целом Магнус прям вот открытие этого турнира. А на мейджоре его, по-моему, вообще не было. Ну, не на мейджоре, а на ESL. Был. Был? Сколько раз? Восьмите, скажу, на первую. Было, сколько-то было. Да, много. Я не обрали. Все пастер убрал. И выбрали. Где же ВП, например? ВП выбрали? Да, ВП брали. В речи карта как раз не попадали. Его есть. Эти секреты взяли. Выиграли, собственно, карту. Вы не поверите, я ни одного матча с Магнусом не увидел. Чувак ты был. Да, причем. Я сказал про ESL. Я сказал про ESL. Даже 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 были матчи на ESL. И где брали Enigma. И против Enigma брали Магнуса. Из расчета, что он как нас сможет подать. Ни одного матча не видел, прикинь. В общем, их было довольно много, я про это. Не, ну я альта был все регулярно во время эпицентра, типа. У меня тогда получается, у меня, для меня это открытие. Просто Unlock. Unlockage. У меня были, у меня были бруды, Space Alice Void, у меня вот такие пики интересные были. Мы там посидели по рофлею 20 минут, ты пошли домой. По кайфу, по кайфу. Потом три по часу. Минус Аба от Веги и минус, соответственно, PL от Enfamous. Как вам Эспирит вообще сейчас? Хорошо. Берут. У нас же четверка перестала быть такой настолько крутой. Кто умеет играть на земель, те продолжают играть на земель, и потенциал героя позволяет раскрываться в текущей мете. Достаточно. Да, только вот против этих героев он чувствует себя неуютно. То есть Акс бегает, нажимает Бэдмэйл, и Эспирит уже огребает. Магнус. То есть чем больше милишников, тем лучше для Магнуса, а здесь их уже три. Ну тебе не кажется, что Эспирит вообще, в принципе, выбирает хорошую позиционку регулярно из-за того, что у него здесь на роли был. Посмотрим. У него есть, опять же, Инстасайлент против Магнуса, который будет реально страдать, потому что ты залетаешь с блинка, тебе Инстасало. Мы посмотрим за хорошей позиционкой, будем следить. Да, будем следить за позиционкой. Это Famous Crystal Maiden, четвертым пиком от Веги Сквадрон. Хиленький персонаж. Вот, и Бэтрайдер, это вообще хорошо, кстати. Мне кажется, что это кристалка здесь еда просто. Кристалка еда, да и Бэйн тоже, что он делает. То есть представляешь, что ты вот опять же идешь, думаешь, сейчас я руки подниму, кого я не подержу. И вот камень летящий вакс, одно тебе сбивает. Это все вполне может случиться. Опять же, многое будет зависеть от того, насколько они хорошо сыграют, встанут и все сделают. И, очевидно, Веги проще будет свои клавиши нажимать, потому что ты что? Одну клавиш нажал, вот тебе РП, одну клавиш нажал, вот тебе кола, одну клавиш нажал, вот у тебя там уже герой в слип стоит. В ответ надо как-то правильно позиционку выбирать, что-то делать, не вставать. У тебя еще бруда вот эта вот получается. Кристалка получается у нас четверка, потому что Бэйн пятерка, да? Она будет собирать какие-то роты, чтобы нормально давать ульту под РПшки и Аксу. Наверное. Причем, то, что появился Магнус, вообще, как бы сказать, бруди от тапки делает, потому что Акс и так против него хорошо стоит. Вчера уже была игра, где стоял Магнус против бруды, выиграл тоже лению легко. И, имея Магнуса в команде, ты можешь взять любого миликора, которого пробафаешь, и он тоже будет легко против бруды поигре себя чувствовать. Здесь по корам там вообще любой персонаж заходит, там, Вивер, Найкс... Ну, а Стивер лучше, наверное. Да, Вивер, Найкс, Ларк, здесь вообще абсолютно любой герой просто заходит в пик и разваливает за Тим Литхим. Кстати, а почему Тим Литхим? Почему? Они же Вега Сквадрон, почему у них? Где? Они же написаны, Вега Сквадрон. А, а в Доте тебе написано, Литхим? А, да, да, да. Ну, они же не поменяли, например. Вопрос другой. Что с бетом на Литхе? Он вообще нормальный, Корват? А, что же начинает проседать же постепенно? Да, не особо, да. Вчера то, что там был Бетрайдер, тоже начинает там с первого места, допустим, по Нетверсу. Конинсервирован треть с конца, второй с конца. То есть он очень быстро теряет свой темп, и он, наверное, может фармить, просто никто не играет фармящим Бетрайдером. Ну, и вообще на физику вообще, в принципе, никто не играет. Да, физика-фармящим Бетрайдером, ему обычно не об этом, потому что не может убить во время ультимейта. То есть, как бы, тебе это не особо нужно. Но вот нет именно фармящего такого, флота Бетрайдера, потому что я уверен, что он мог бы летать, знаешь, там ВКБ, Радианс, Шишива, Хекс какой-нибудь. Ну, вот поэтому, мне кажется, Вега и забанила спектру, потому что видишь, что он фармящим Бетрайдером не настолько силен. То есть Бруда хороший темповый герой, Бетрайдер хороший темповый герой, и Инфеймусы могли бы, соответственно, выиграть две линии, условно говоря, и взять Биллэйтового, чтобы играть 4 плюс 1. Но Инфеймус могут взять еще темпового. А темповый очень мало пользы, если нет ни одного героя способного бить вышки. Ну, Бруда это бить вышки. Это слабенько. Ну, издалека новая, издалека Ашаквейв, и все пучки умирает. Хорошо, то есть кто-то еще, кто издалека может типа Трэдблэйд бить вышки. Хоть кому-то, да, хоть ТБ, Пугневич. Желательно, чтобы был хоть один герой, который способен быстро их убивать. Я выбрал Пугневич на самом деле, то есть уже Ван Вей Пуш бы все равно делать. Игрыш, из этого еще можно сделать Ван Вей Пуш, вот взяли. ТБ, ну, более-менее есть, да, 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 более-менее. Посыл в том, что Вей Пуш все равно тяжело выйти, даже с ТБ ты выберешь какой-то тролли сейчас. Но у этого ТБ будет всю игру под Магнусом убивать вообще на раз-два. И можно было вот взять что-то с Мак уроном, чтобы пушить вышки. А, вот и Сларк. Ну, типа там Найк забанен, точнее, Найк, ну, они, по-моему, любят играть. Боже мой, как вот, Джигранд забанен. Просто он снимает с себя все стаки Бэтрайдера и бегает, убивает всю команду. Тут без шансов, по-моему, вообще в ноль. Короче, на то похоже. Просто аутпик. Ну, если доживу там, не салют все три линии за 10 минут, то тогда да. Короче, Вега Сквадрон win. Изи как, изи лайф. Ну, и так, только Сноубол спасет этих пацанов. Это хорошо, пускай и спасает, в общем случае, надеемся на хорошую игру. Отправляемся к нашим комментаторам. Нет, не отправляемся к нашим комментаторам. Комментаторы не хотят отправляться к нам в эфир. Они хотят... Ну, ладно, так пока эту игру мы сейчас прокомментируем. Да, я вообще с удовольствием. У нас тут полноценных три комментатора. Это Сларк под Ауры Кристал Мейден и под Эмпауэром. Это просто соляр для Сларка. Ну, опять же, единственный минус того, что у тебя Сларк, это то, что ты вот нетэмповый. Как раз таки вот то, чего не хватает и нужно вот сейчас будет 15 минут его как-то попротектить. Но, хорошо, какие лайны вообще будут? Есть Бэйн, то есть есть Бэйн, Бэйн это мужчина, да еще и под Аурой Мейденки. И как раз Бэйн может сделать все для Сларка, чтобы у него был хороший старт. Я бы наставил, по такой игре, Акси бы отправлял за вышку куда-нибудь, как они сейчас делают, формить листа плюс линию. И втроем бы стоял со Сларком. Это легчайшее. Это соляра. Это будет все очень хорошо и просто. Отправляемся к нашей дабле комментовачей. Всем привет, всем добрый день. Кристалмэй не знал, кто комментирует, но тут мы оказались неожиданно. Да, 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 вот этот палец разведущий, когда не знает, как представить комментаторов. Мы забрали слово. Всем привет, у нас в Бестов 3 матч худших команд, к сожалению, вчерашнего игрового дня в группе А. Ну, слушай, как есть они... Проигравших. Ну, хорошо, проигравших команд. Слушай, ты прям хорош, ты прям хорош. У нас Vega Squadron против команды InfoMas, InfoMas вчера вообще себе не показали. К сожалению, прям очень было грустно, но Vega Squadron две карты, в общем, держались. Я думаю, что сегодня... Обе карты по 30 минут не держались? Это не важно, это не важно. Игры, знаешь, ну, как-то было ощущение, что они могли, могли. Там по драфтам были вопросы, по исполнению. Напомню, что играет Dendy за команду Vega Stand-in. За этим любопытно смотреть. Будем болеть за СНГ, я думаю. За хорошую доту, хотел сказать. Ну, да, да. Ты так хорошо начал и так плохо закончил. Ну, я не могу быть идеальным, понимаешь? Ну, да, да. Это правда, это правда. Быть бы хотя бы хорошим было бы уже неплохо. В общем, я думаю, что для Vega сегодня трудностей не будет. Я не знаю, что InfoMas могут придумать, что это перуанский коллектив сможет создать для того, чтобы у нас прям была полноценная БУ-3 или даже победа для команды InfoMas. А Lost отметил то, что Snowball может зарешать. Все-таки сыгранности, я думаю, у Vega не особо много. Dendy, конечно, опытный игрок. И он подстраиваться с легкостью, наверное, может любой коллектив. Но все равно где-то чуть накосячили, а играешь против Бруды. Бруда, она любит вот это. Добралась до быстрых диффузов или каких-то дезоляторов, как раньше делал Матумба. И начинает выгрызать карту. И потом камбэкнуться очень сложно. Но здесь есть Сларк, есть Эмпауэр. И, мне кажется, у Бруды будут большие проблемы. А вот что по поводу Dendy. На самом деле, не хватает Dendy постоянно в игре. Много его хейтили. Dendy, уходи. Он ушел. Но в итоге он появляется на стендине. И в целом-то игра неплохая. Что за команду Secret? Да, пока проигрыши. Но вопросов к Dendy обычно нет. То, что за Secret он поиграл, что сейчас. И тот же PUBG отмечал, что Dendy это неплохо играет на центре. И, в общем-то, может быть, мы еще увидим его попозже. Может быть, после Нового года. Где-то он появится постоянно. Пока стендинит, пока просто себя показывает. Не выглядит игроком, который играет плохо. Ну, как есть, как есть. Я не могу. Слушай, ну, довольно трудно ворваться на стендине и прям сразу развалить. То есть у Резоля в какой-то момент это получилось. Он там приехал на Инт. И игрой 4 плюс 1 он там вытащил прям на себе несколько карт подряд. Причем таких очень важных, да. Позволял тогда мета, скажем так, на Керики, Тантимагах и прочих это все делать в Морфлингах. Ну, сейчас чуть-чуть мета поменялась. И все уже не так просто. Мы видим, и у Резолюшена не все лучшим образом складывается. Ну, хорошо, да, играет, но... Но 4 плюс 1 не работает. Нельзя одному затащить игру. Должна работать вся команда. Мы это понимаем, да. Поэтому, ну, ладно. Это скоро будет патч, я надеюсь, когда-то он выйдет. Ну, я уже жду патч очень сильно. По логике, после мейджора. То есть были слухи, что, возможно, он после ESL выйдет, но это было бы очень странно, потому что у нас паузы вообще не было. Да, у нас закончился ESL, и сразу бакс. Раньше, конечно, Valve это не мешало. Они могли бы во время Старладера прям патч бахнуть. Это все же турнир, который, как бы, поддерживается Valve, поэтому было бы странно, грубо говоря, на полу свой турнир запускать патч. Ладно, начинается игра. Это Магнус на позиции. Центр. Мэмдент два танка, топорик и щиток. Акс пока вместе с Мэмочкой отправлять сложную. А почему они решили Акс не ставить на центр с двумя щитками? Или... А, слушай, а может это так, Смит, я так смотрю? Учитывая, что два щитка... Может оказаться... Просто Дэнди так заполили, значит, подозрительно. Это эти классические два танка заполенные. Немножко меня затачили. Ну ладно, поглядим еще. Я тебя не слышу. Так, слушай, там внизу встреча происходит. На топе тоже может быть попытка убить. На Старка должны были заметить. Но очень аккуратно играет кэри команд. Мя щитками, скорее всего, все-таки будет на верхней линии кодиции. Он уйдет между Т1 и Т2. Главное выбить флору и МСТБ. А, слушай, точно, точно. Господи, что мы несем? Конечно, это ведь происходило уже. Я просто предположил, что Акс может пойти и на центральную линию против Бруды. Ну, ничего странного в этом бы не было. Но чаще всего сейчас, конечно, Акс стоит между Т1 и Т2. Здесь у него охрана в виде ЦМ. Так, Тимадо. Понимаете, что здесь запаунтиру не стоит. Скорее, у Драка на другой руне. Там прям очень много героев. Уходит сюда Сларк. Получает один напал и уходит Сларк. В итоге по руну в 2-2. Что ему делать? Он увидел трех героев. Он понимает, что здесь в Драку лезть не стоит, скорее всего. Да, Дэнди на центре. Акс просто зайдет за башню. Телепорт Огро на топ. Ну, Дэнди, посмотрим, как он здесь постоит. Не так много Регена взял. Ничего не закупает тебе. Но он быстрый Боттл хочет получить через Эмпауэр, через Вейв. Должен справляться здесь. Идея понятна. Посмотрим, что Папита будет здесь делать. Насколько он будет хорош. Ну, с Ластхитом все в порядке должно быть. У тебя топорик, у тебя Эмпауэр. Ты должен добивать. Прожимает с формы. Уже быстро выбили из Тимада трансформацию. Ну, и Хезу должен сейчас отойти. Нарегенится. И как только окончится форма, идти между Т1 и Т2. Ему, в принципе, не особо что-то грозит. Единственная проблема это будет Огромак, который будет постоянно Игнаитами закидывать. Надо будет тратить очень много Регена. Ну, что, Мадара. Да, Бетрайдеру его здесь замучить очень сложно будет. Появятся стики. Дарк Пак там будет постоянно скидывать себя стаки. При этом будет иметь запас маны, хитпоинтов за счет стиков. Так что, ничему здесь не грозит. Он, кстати, не скидывает, смотри. Ждет, наверное, атаки какой-то. Вот он, Дарк Пак. Кинул себя стаки. Немного раздамаживал Бетрайдера. Я не могу сказать, что Дарк Пак это прям супер решение. То есть, Бетрайдер от этого не будет особо страдать. Дарк Пак будет хорош, чем в будущем против Лассов, конечно. Дарк Пак ты все-таки кастуешь. Это и маны достаточно много. Ну, сейчас стики он купит. И у него не будет проблем по мане. Да, стики нужно купить как можно быстрее. Это очень важно. Прекрасно понимаете против Бетрайдера. Но пока Бетрайдер чувствует себя комфортно. Так, есть шифт. Теперь он ворует статы. А только надо с Классхитом поработать. А только тут пару крипов пропускает, которые были прям стопроцентно для Бетрайдера. Нужно работать. Да, Мадара никак не доберется до стиков, Хезу. Хороший отвод. Все здорово. Флазка, правда, только осталась. Накручивает. Пытается забрать всю пачку. Но это тот самый Акс, которого если отпустить, он становится первым номером просто. Эрспирид есть телепорт. Закидывается Игнайт. Эрспирид может попасть. Не попал. Хорошая нова. Поджигают. Разница ему в спиде есть. Но Хезу, скорее всего, здесь догорит. Он говорит, нет, они не могут его сейчас догнать. Он сбивается флазкой, сбивается флазкой, пытается зарубить. Фёрт, Влад, остается Хезу. Нет маны Огрмага и Акс, теория, это должен уходить. Там сейчас ценка же сейчас... Самое надо было просто телепорт кастовать. Непонятно, чего он так ждал. Но убил Огра. Он купил себе кольцо. Купил кольцо. Купил кольцо, купил телепорт и купил тангусы. У него хватает сейчас Регена, чтобы вернуться на линию и продолжить. Батрайдер снизон должен погибать. Но последний момент делает телепорт, улетает на базу. Два героя его зафокусили, но урона не хватило. Да, как-то прям Сларк слишком много забрал крипов. И что самое приятное, Сларк очень много опыта получает. Ладно, вчера с ними с крипами, но когда Сларк появляется быстрый шестой, Батрайдеру будет не сладко. Да, у Дэнди трудно посчитать крипта. То, что здесь он паучков убивает. Так что вот и 25 на 3 мы видим, что он лидирует на центральной линии сюда еще и приходит Расперид зачем-то. Хотя, мне кажется, здесь ничего не грозит Магнусу. Помимо того, что он сам жирный, у него еще и руны инвиза есть в ботле. Да, пока Расперид стоит, простой опыт. На самом деле ворует, который Бурдмазер очень нужен. Да нет смысла здесь находиться. Расперид понимает это, уходит. Там снова Акс наглеет. Наказать его трудно. С кольцом Регена у него под танго 20 ровно. Ровно. Да, еще вот эта разница в скорости передвижения. Он поджег Кугар-Мага и тот не может его бить в руки. Расперид здесь. Залетает очередная нова от Мэби-Некст-Тайма. Ну, да, надо стоять, надо стоять и забирать. Вот он опять поднимается на линию. Опять агрит на всякий репочков. Сейчас должен по-шустрому их закрутить. Пока четвертый уровень. Вторая крутилка есть. Да, ничего не получается отденать. Подходит. Ну что, нет? Нет, ничего не вышло. Его еще и подожгли. Надо бежать отсюда. Сезу ничего не боится. Опять сидит Ангус. С маной у него проблем нет, так как есть Кристал Мэйден уже с второй аурой. Акс здесь вообще, я бы сказал, в шоколаде. В принципе, как и Магнус, который тоже не просаживается по мане. Так, атака будет на Батрайдера. Если у него телепорта нет, то это точно убийство. Так надо ТП нажимать. Телепорта нет. Он пытается убежать на фэрфлай и пытается улететь. Бэйн бьет. Еще один удар. Нажимает стики. Но даже стики не спасают. Убийство для Бэйна 3-1. Вегас, которого начинают, очень уверенно. Да, и Дэнди на какое-то время остается на линии вообще один. Друдмазер уходит пока там на Шрайн, может быть. Шрайн через 20 секунд, пока в лесу фармят. Леса фармит, да. Ну, понимает, что подкармливает Дэнди. У Дэнди уже третий вейв, второй импауэр. Вот тут достаточно кинуть вейв, сделать тысячечку. И часть пауков уже рассыпается. Атаковать Дэнди бессмысленно. У него еще и руна Регина есть. Ну, готов сейчас размениваться по хп, по мане и отойти в какой-то момент. Появляется шестой уровень. Нет смысла прокачивать рп. Я думаю, что можно просто побить. Погибает Хез, но при этом погибает Йор Спирит и Огар Мак. А куда пришла ЦМочка? Это что-то странно выглядело очень. Просто поднялся на хайграунд, зная то, что у ТБ сейчас форма. Там ММВ шел на помощь, уже не успел остановиться, а уходить. Времени не было. На летней резине, что-то не съезжал с Хенцией. Ну, ЦМка медленная, мы это прекрасно знаем атака. Снизу попытку убить БНС. Найтмарсларк пытается помочь и стики, но тут без шансов. Слишком много урона. Четыре стака напалма позволяет сделать фраг. По поводу Дэнди, он у нас будет такой Магнус старого образца. АК Виха, по-моему, на шестом интернешнле, когда он играл через саблю. Такой вот саблю. Притом дальше можно и блин купить, какие-то артефакты уже вспомогательные. Но саблей ты ускоряешь свою фарму. Ну и, конечно, ты у тебя есть потенциал даже для убийства. Проблемы небольшие на нижней линии. Почти его добили уже. Но непонятно, кто кого. Они устроили какую-то грязь, если честно, на нижней линии. То есть вот эта погоня за Бэтрайдером, дикое желание его убить. Хотя тебе на Асмарке сейчас самое необходимое, это получить шестой уровень. С ЦМ-кой ты спокойно отправляешься в леса, покупая какую-то Аквилу или что-то подобное, и ты фармишь леса нон-стоп. Вот просто тебя ничего не может остановиться. Нет проблем с манной. У тебя все круто. Ты можешь на линию оставить любого другого героя, того же Бэйна, чтобы он поэкспился. Но вот с таким фидом, если можно так назвать, все может плохо обернуться. Немножко не хватало до уровня 6. Ты уже видишь, что сейчас он появился. Там буквально 100 единиц опыта. Ну, хотели, доминировали ведь вега на этой линии. То есть могло все произойти иначе. И Сларк бы сделал убийство и ушел бы живым. Но пока Сларк против троих стоит. Один. Бэйн там на отводах. Бэйн пока особо не помощник. И Сларк должен быть чуть аккуратнее. Но за это платится, конечно, инфома с тем, что у них на центре есть проблемы. Ну, хотя там пруда плюс-минус фармит. Но мы видим ТБ в лесу. Но у ТБ такая прокачка, которая позволяет в лесу ему сидеть нон-стоп. У него иллюзии в 4. Рефлекшн не прокачан. Это идеально для того, чтобы уйти в лес. Поэтому прокачка в этом плане очень грамотная. Мадаром. Даркпак через секунду. Получается так. У него 10 стиков есть. И есть Шадоу Дэнс. Так что он здесь ничего не боится. Но вот сейчас надо атаковать. Стихограф забирает, делает тычки. Воровать статы. Т1 на топе уже пала. Хорошая работа атакса. Хотя мы видим здесь не на первой строчке он по нетворцу. Но самое главное то, что вангвард есть к 8-й минуте. Все очень круто по таймингам. Может заходить сейчас и дальше. Опять же стягивать на себя внимание, чтобы полегче было здесь ларко. Атака гнает. Там есть 10 стиков. Все нормально. Ничего не боится. Отойдет сейчас Устын и регенит по-быстренькому. Нам Адара контролировалась ситуация. Там могло быть лассо. Тогда дарпакта бы не было. Атака на топе. Это Кристалмейден. Очень быстрый фраг. Сбить телепорт. Если чем, Лизу улетает. Сбить телепорт нечем. Но смогли прогнать Сэмку. Тимада сейчас линию хорошенько продавит. Все это зафармит. Будут параллельно фармить лес. Снизу у нас драка. Батрайдер пытается улететь Мадара под ультимейтом. Не уходит никуда. Батрайдер разворачивается назад. Попытку убить хотя бы Огра. Огра закидывает ваербласт. Есть еще и бочка. Должны бить одного. Выживает из дискларк. Должен жить. Приходит кристалмейден. Поэтому Батрайдер понимает, что нужно давить педали. Пока не дали. Дэнди. Дэнди. Дэнди приходится тратить РПМ. Есть фаунс. Забрали. Фраг достается Дэнди. У него есть облегион став. Это стандартный вот этот Дэндишский магнус через фарм. Когда сабельку покупаешь. Когда идешь фармить леса. Там опять же быстрее пауков убиваешь. Если что. С импауэром это дает тебе ну такой хороший буст. Скажем так. Ну вот Дэнди. Вот она сабля готова. Девятая минута. Сапог сабля. Не слабо. Я хочу сказать. На творчестве мы видим впереди ДБ. Там и леса фармил. И пару фрагов мы подогнали в виде кристалл Мейден. Так что ничего удивительного нет. На центре. Атака была. Расперед пытался вхать. Вот он щитной вейв. Мало денег конечно дают за паучков. Совсем мало. Но. Вот. Вот тогда должно все происходить. Еще не попадает. Вообще хочется тут. Контролит. Пока контроль. Паучков. Внизу. Что телепорт будет делать? Да. Улетает на центр. Там атака какая-то планируется. Хотят подвести возможно за счет Дэнди. И сагрить. Если подставится бруда. Или просто идут в наглую забирать. Но они просто давят. Они чувствуют свою силу. Плотные герои достаточно. Магнус уже крайне силен. Анарс Перед вылетает на Балдере. И это позволяет забрать Т1 без. Короче бруды пока в игре нет. Это главная проблема. Бруды в игре нет. Бруда уже должна показывать свои зубы. Пытаться убивать. А у бруды 0-0-0. И как видишь в строении у команды Вега стоят все. Ни одного спушенного тавра. Это конечно очень неприятно. Матара. Битство завесных хрипов. Есть Shadow Dance. Рядом находится ТП. Зацепили здесь. Бэтрайдера, но убить не могут. Firefly закончился. Брется пешком выбираться отсюда. Ну а Сларк фармит леса. Да. 8 стиков. ПТМ недалеко до Shadow Blade. Скоро купит его. Ну остается Клаймур выформить. А Дэнди наметил себе Даггер. 10 уровень. На 11 минуте. Хорошо. 25 скорости атаки. Решил не укрепляться по хитпоинтам. Может решил то, что у Гарклаб уже есть сабли. И этого должно хватать. Просто увеличить скорость фарма. Да, фармятся леса. При том, что это не очень хорошо для бруды. Когда бэтрайдер прилетает и забирает этот спаун в лесу. Основная подкормка бруды как раз таки оттуда идет. Ну что? Атака на топе. Там Дэнди. Дэнди пытается убежать. Есть РП. Но дать его крайне трудно, чтобы попасть и под ТБ. И Перспирита одновременно. И Тимада делает убийство. Тимада очень много убивает. На самом деле ТБ может стать главной проблемой. Но есть на эту проблему и Акс с потенциальным Блингдайгером. И Магнус, который тоже будет давать РП. То есть контроль в случае необходимости на такого мощного ТБ будет. Засканили. Знают о том, что рядом есть враги. Имеется Финцгрип. Получил Бэйш 4 уровень. Там уже встреча происходит. Акс. 100 грамм. Есть Файербласт. Тимада не знает, куда им уйти налево-направо. В итоге отходит просто на свою руну. Встречает Хизу. Заметили? Как-то все очень странно происходит. То ли это был байт на иллюзию какой-то суперпрофессиональный. Там был Найтмар на нее. Но на этом все закончилось. Конец. Сларк почти с Шадоублейдом. Совсем немного остается. И тогда Иерспирита. Да даже Огры можно будет пытаться грызть. Огры хорош, чтобы стаки набирать себе пассивки. Он очень плотный. Можно его долго бить. А он никак сопротивляться не может. Смоук. Разбили. Блинк появляется у Дэнди уже. Ну вот сейчас надо попробовать за РП забрать брудом. Это, наверное, важный сейчас фраг. Не давайте сноуболиться. Потому что мы видим по Найтворцу. Идет наравне с Дэнди. Летит этот Даггер с базы сейчас в Курьере. Ну и тут Сларк пытался, но ничего не выходит пока. Да, два Блинк Даггера появилось, что немаловажно. Один в боковой лавке, второй через Курьера прилетел. Инициирование у Веги невероятное. Два очень мощных героя. Вот они диффуза. Тринадцатая минута. Выфармливают диффуза. Теперь саппортом надо быть аккуратнее. Это Crystal Maiden. Бэйн. Все эти герои страдают очень сильные, если Бруда на них нападает. Смог прожимается. И могут попытаться поймать Дэнди. Я не знаю, если по нему будет Вижен. Пока ночь, не видно. Ну, на самом деле... Килл Килл от Папиты. Провал был, не законтролили вообще Эр Спирит. И как только Сэмка начала кставать Новый Год, тут же залетает булыжник по-троим, сбивает все это дело. И это практически конечная была для Виги. Ну, и Батрайтер, конечно. Там все в драке находились примерно в одной точке. Там все были в напалне. Там не по два, так а по четыре, по пять. И в итоге все кнопки вот эти важнейшие. РП, мы помним, уже было использовано, когда... Когда никого было... Никого не было, да. А один Дэнди, конечно, справиться не мог. Восемь-двенадцать. Первая такая серьезная драка, и она за командой Инфомас. На этой карте ТБ. Восемь-двести Бруда выходит на вторую позицию. Сларк далеко позади. Разница почти в две тысячи. Батрайтера покупает себе Блинк. Но теперь инициирование у Инфомас появляется. Ведь изначально могли найти в этой драке того же Дэнди. И через Лассо убить. То есть изначально все казалось максимально комфортно. Убили саппорта Бэйна. Бэйн еще и Финсгрип успел дать. Но вот так оно бывает. Двойной урон на топе. Забирает Дэнди в бутылку. Пригодится. В Масфайте решил БКБ себе сразу покупать. Мадара. 6500 по нетворцу. Пока отстает. Особенно сильно отстает от ТБ, у которого на две тысячи больше. Ну, Тимадо убивал много. Прожимается смок. Что у нас по ультимейтам? Новый год. Через 8 секунд. Хорошо. Финсгрип, я думаю, тоже совсем скоро появится. Наутор, поэтому еще минуты нет. Да, РП придется 30 секунд подождать. Еще целых 30 секунд. Ну, так что на него расчетов в файте не будет. Решили справиться малыми силами. Да какой-то соло фраг сделать я не думаю, что прямо хотят сейчас полноценно драться. Вега 5 на 5. Нашли бы сейчас Бруду или Батрайдера. Отлично было бы. Но, как видите, никого не нашли. В итоге смещается просто вниз всей командой. Инфомос могут зайти на Рошана, если что, за счет ТБ. Там форма есть, ТРБ. Он не тратил ее, да. Форма есть. Я не говорю, что это будет, но если вдруг ребята захотят, это произойдет достаточно быстро для такой минуты. Но пока не спешат. Контролят руны. И на самом деле сами могли спушить БТ-1. Но размера не происходит. Башня здесь упала. Инфомос просто под контролем руны. Пофармили немного лес. Так, на центре Батрайдера в позиции. Ставится такой вот достаточно агрессивный вард. Но прекрасно. Вега видели. Перемещение что Батрайдера, что Огро сейчас своего варда. Смещается просто на топ. Ну и там башню без обороны. Да, Тиманда просто расстрелял. Решил использовать форму. Скорее всего, надеется еще и Т2 забрать. Вот всю эту движуху. Кларити на нее работает. Никто пока не сбил. Ман Регенца. А здесь пытаются отрезать. Любые подходы к ТБ хотят отрезать. Если подставится, будет ли врыв Батрайдер. Потащил на хайграунд. Ну и тут через танчик у Гармага должны забирать по шустрому. Да, так и происходит. Минус Бейн. АТ2 в это время падает. Расстреливает ТБ. Преимущество у Инфэмус маленькое. Всего лишь 1000. Но сейчас оно будет увеличиваться. Потому что будут фармить еще вражеские леса. В общем, красные кнопки. Наличие блинг-тагеров вообще века Сквадрон не реализовали. Это печально. Ак купил быстрый блинг с Вангвардом. Да, Энди купил быстрый блинг после Сабли. Но пока... Ак, я вообще не помню никаких врывок, которые закончились. Прямо точно. Никаких смоков там сразу после даггера не появилось. Не пошли и не попытались убить кого-то. Хотя, мне кажется, со Сларком они спокойно... Да, и Сларк ведь Шадоу Блейдом. То есть, по факту... Ну, два героя точно есть, которые покупают предметы для того, чтобы убивать героев незаметно быстро. Но безрезультатно. Мадара просто отходит вниз. А ТБ-то набирает мощь. ТБ реально будет очень сильный. Да, Сларк неплох. Сларк может уйти в Шадоу Дэнс. Просто бить ТБ. ТБ не может дать Сандер. В будущем Сларк еще планирует тебе купить Лиген Сферу. Это и против Лосло. Это и против Сандер. Когда у тебя нет Шадоу Дэнса, но если ТБ будет на два слота перефармливать, то все это не поможет. ТБ просто будет убивать. Так, ну что, очередной Смолк? Да, так и есть. Прожимаются вчетвером. Пошли искать. Возможно, найдут Бруду, который фармит Эншентов. Но Папита уже убежал от Эншентов. Переходит в свои леса. Maybe next time. Отпушил чуть-чуть центр. Ну и что, врыв какой-то будет? Нашли. Ну а есть стан. Мультикасс пошел. Даркпак прожать не успел. Мадара простоял в стане. Можно убить паунсом. Так происходит. Зачем же тратить агро? В итоге Булыжник опять по двоим. Мадару пытаются зафоксить. Есть байбэк. Но Дэнзимон готов рываться. Дэнзимон неплохой позиции был. По-моему, Пексу сейчас погибнет. Просто никого врыва не будет. А вот Эрспирид покатился дальше. Видите, Maybe next time. Прожимается магнетайз. Булыжник попадает. Мадара стоит за деревяшкой. Не особо регенится на него. Попадает магнетайз тоже. Maybe next time погибает. Еще и паучки есть. Опять провальный драг по мне. Но очень много скиллов потратили на одного саппорта. Который впоследствии выкупился. Акса заводит просто на хайграунд. В Сарь горы. Тут врывается флорк. РП. А Дэнди? Есть. Можно драться на развороте. Дэнди начинает бить вместе с Мадарой. Мадара подшеду у Дэнсом. Должен убить Папиту. Папиту пытается уйти. С Ларк прыгает на паунсе. Делает еще одно убийство. ДП в Найтмере. Добивает Пексу. Полетел Батрайдер. Мадара телепорт от Дэнди. Если чем-то сбить, сбить нет. Лас-то в полдауне. Дэнди здесь сейчас геймчейндженную, я бы сказал. То есть вот в момент, когда драка уже была провалена. И Мадара должен был погибать там. Потому что он был под Сайленсом. И ему никак не было. Нечем было эскейпиться. Дэнди ворвался. Дал от РП. И Мадара по итогу еще и развалил. Да, вот эти 4000 урона. Заработал почти 1000 золота. Все было круто. До последнего Дэнди держал РП. Очень во время его дает. Так, врыв. На ТБ. Можно пробовать забрать. Нет. Два по хитпоинтам. Паунс. Отлично. Есть враг на вражеском коре. Новый год от Сэмки. И, понятное дело, использован был Глимер. Чтобы не так просто было свапнуться хитпоинтами. Очень важный момент. Сейчас произошел в Виле ТБ. Наконец-то. По-моему, это вообще его первая смерть. И Сларк забрал сейчас Трик. Там 600 залетело в его копилочку. На 655. В ТБ еще в таверне лежит достаточно долго. Поэтому появляется у Веги небольшое пространство. Да, я напомню, вдруг кто забыл. Литиум в Доте. Но команда Вегас Квадрон подписала организацию. Но я думаю, там из-за составов все это не так быстро меняется. Мадара. Он быстро под Эмпауэром забирает факт крипов. И можно бежать, фармить леса дальше. Потому что леса постоянно съедает бруда. Не так просто поймать все это дело. Бэтрайдер в Инвизи. Мадара сейчас может посигналить то, что по нему был Вижн. Он может сказать, ребят, здесь есть варды. Ну, либо прочитать. Либо купить самому Сентри, либо просить саппортов. Если сходить с Сентрами. Нередко такое происходило, когда Сларк еще был более популярен, чем сейчас. А сейчас он не особо популярен. Покупаешь Сентри, зарабатываешь деньги, зарабатываешь опыт. Зачем тебе вообще эти саппорты? И быстро разбиваешь. Не всегда саппорт может зайти куда-то далеко, где стоит вард. Ну, Бэйн, он выйдет, его просто примут на варды. А Сларка принять намного труднее. Контроль баунти. Тут 2-2. Да, то ровно. То ровно. Сокращается разрыв между Сларком и ТБ. Конечно, хорошо для Веги. Книжечка покупается для Crystal Maiden. Ну, там 10-й скоро. Есть Глимер. Дэнди. Много денег. Тоже 10-тысячный утворс от вруды почти не отстает. Он собирает себе БКБ, чтобы было проще ворваться. Да, там проблемы с магнитазией и Firefly. Сбивается Blink элементарно. Это не может даже Blink нажать. И ты думаешь, сейчас он прыгнет, а Blink у тебя там 3 секунды кулдаун висит. Тоже это нюанс, который нужно учитывать. Ну что, смок или нет? Ну, сейчас БКБ доедет. И, может быть... Да, и, конечно, Мадара, говорит, парень, давайте дождемся. Тысяча золота всего-то. Правда, тут лес фармит вся команда. Конечно, делить этот лес крайне трудно. Но сейчас Мадария весь фарм отдают. Снизу Батрайтер. Ой, как нагло играет. Но он сейчас... Он улетит. Набивать-то, конечно, слишком далеко находится. Но вообще опасно играл. Все-таки не у Блик был. Мог через секунду Блинк нажать в лес и спокойно улететь. Это было опасно. Оказалось бы, здесь Смоуки Сларк плюс Бейн, например. Вы понимаете. Но, ладно. А пошло, значит, все хорошо. Пойдет сейчас Мадара купит Линку. В идеале еще апнуть 18 уровень. Получит ультимейт третьего левела. Ну, быстро собирает. Мы видим, успевает под Эмпауэром и Лисавы фармить. Еще и на линию вернуться. И собирает фарм везде. Кучкуется сейчас инфеймос тоже. Ну, слушай, у Бродмазер появляется очень серьезный артефакт. В будущем для него остается тоже около тысячи. Это Хекс. Но это единственный контраст Ларку. Тебе надо как-то его ловить и убивать. Фокус, а там быстрого достаточно. Разбили Смоуки. Там Атака, на Паппито. Приходится прожимать Shadow Dance. Но ничего больше нет. По Сларку, да. Его здесь не взять. Выпрыгивает. Паунт, Даркбак, скидывает все, что можно. Иллюзии тут немного ковыряют. Свои реальные копии. Ну и что, Сларк, Shadow Blade. Идти в атаку. Получает импауэр. Товтори, до 18-го не хватает просто копеечек. Но сейчас Shadow Dance нет, если что. Надо быть аккуратней. БКБ у него отсутствует. Так что лучше не подставляться. Булыжник. Ой. Знаешь, так прикатился. Тут совсем скоро появятся тексты. Вот такие атаки будут в разы сложнее сделать. Прожимается Смоук. Вега выдвигается на поиски какой-нибудь легкой цели. Там можно и тяжелый. Они тут пятером. Они из ТРП, это понятное дело, что и ТБ заберут. Но вот такой-то гамага это не то. Вот это вот совсем не хотелось бы, но его быстро убьют. Так можно еще, подожди. Там уже Мадара. Можно запаунтить. Что-то больно быстрый. Ну ничего, ничего. Запаунтить. Там подходит Бейн, будет Финс Гриф, но нужна еще помощь. Мадара пока воруют статы. Мадара очень в свое время и на ультимейт. Пытается прятаться. Убить быстро Батрайдера. Батрайдера убили. Батрайдер с Байбак. Надо выкупаться. Батрайдеру прямо сейчас. Значит, ТБ погибнет. ТБ, Финс Гриф отлично контроляет Бейна. Никто не может помочь. ТБ в таверне. Не будет его 50 секунд без выкупа. Скофил пытается уйти. Не получается. Скофил должен так и принимать. Дэнди под Блокенбаром. Акс дает Агр. Очень плотный. Расперид, но с Новым Годом очень попроще. Будут бьют иллюзии. Расперид все же уходит. Огр уже летит на телепорте прямо в драку. Папита уходит на хэйграунд. Может быть, это не конец. Конечно, очень красный герой есть. Кристал Мейден, но не получится. Уйдут, уйдут. Уйдут, уйдут, уйдут не пойдет в догонку. Потому что имеется Сларк. Он зацепит и будут проблемы. Гем покупает Бейн. Интересный выбор. Ранний Гем. Захватить контроль карты. Сейчас убрать вражеские вардики. Оставить свои. И вот он Хекс летит. Теперь будет чуть проще в файте. Можно будет очень быстро сбивать всякие финсгриппы. Моментально опять же цеплять Сларка. И не давать ему идти в Shadow Dance. Зафокусить его. Все-таки ТБ в форме. Если ему дадут бить, он Сларк расстреляет очень быстро. Да, но Инфомас пока ощущается прям проблема с контролем. Сбить там элементарно финсгрипп не всегда получается. Когда Эрспирита нет рядом. Там Огр где-то уже в таверне. А Сларк. Мы видим уже очень сильно. С Блэкенбаром. Это будет неуязвимая машина для убийств. Так, но Инфомас, в общем-то, рядом с Рошаном находится. Бошел Дивардинг. Так, Бэтрайдер тоже приобрел в себе гем. Там, кстати, уже, возможно, атака будет. Заметили ли Бэйна? ТБ гуляет. Рошана, ребята, проверили. Очень аккуратно действует. Ну вот как драку начинать? Кто должен начинать? Ну, Бэтрайдер понятно. Там сразу могут дать Найтмар. Выходит Матара. ТБ, Папиду, атака пошла, понимает, что он настоящий. Нажимает Арк Пакт, вкатился Йорр Спирит, уходит. Шадоу Дэнс на развороте можно? Да, конечно же, пошла Колба. Залетает Игнать. Ничего страшного. Отличный Агро Атакса по-двоим. Забирает Брейн сапом очень быстро Йорр Спирита вместе с Огрмагом. Папидо пытается сгрызть и сгрызет. Сгрызли Бэйна, тут же Байбэк. Да, РП можно дать, не требуется даже. И так заберут. Лежит Гем, причем выбили Гем из Бэтрайдера, если не ошибаюсь. В итоге Инфеймус остаются сейчас без Вижена. Да, даже без РП. В общем, тут не особо много кнопок нажимали. Вега Сквадрон, били руками. Отличный врыв атак, безусловно. Агро по-двоим очень круто зашел. Это позволяет выиграть драку. Да, и забрать Рошана без боя. Бруды нет, никто сюда не пойдет. Никаких телепортов не будет. Все-таки понимают, что там основные кнопки до сих пор имеются. И еще один агро-такса. И все будет расставлено. Вот она, Егис. Вроде преимущество минимальное, да, 4000. Но по игре, по дракам, такое ощущение, что преимущество 1020. Ну, Бруде слишком много надо, чтобы стоять вот этой в наглую тычковаться. Находят здесь Сёрд Спирит, и можно его быстро забрать. Дарк Пакт, минус. Да, Мадара уже может делать. Тут, скорее, знаешь, Бруда не тот герой, Которая должна отдавать Хекс Бэйна. Ну, типа, ты даешь пятерку Бэйну, который там на творчестве 300, у него даешь от факта 5000, убиваешь еще секунду-три его. Можно заставить одного из саппортов оставлять какие-то контроль из пылы чисто на Бэйна. Ну вот, ты заставляешь либо Угрмаг, но его могут быстро зафоксить, либо Росперит состоять за спиной и кидать от булыжника, как только кастуется Финсгрип. И при этом ты будешь экономить Хекс. Это было бы очень приятно. Есть БКБ. Сабелька пока находится в дополнительном инвентаре, она не работает. Магнус тоже добирается до Блэйд. Ну, он быстро доберет. Что там таких Эншент Паков? Ну и что будет дальше? Пойдут забирать Т2. Почему нет? Мадара ждет пачку крипов. Бабочку очень хочет ТБ. Поможет. Причем очень сильно поможет, если Ларк будет миссовать в файте. Это большой бонус. Мадара разобрался в Т2. Очень быстро. Паучки. Отпушить пока ничего не могут. Дропает гем. Говорит, ребят, мне лучше какой-то боевой слот взять, чем носить гем. Надо использовать Оегис. Пока он есть, пока Сларка надо убивать два раза, надо пытаться. Бэтрайдер. Мне кажется, он не будет врываться. Честно говоря, я не знаю, как Сларка один раз убить. Вот серьезно, я на него смотрю. Блокенбар, 21 уровень. Ой, смотри, что сделали. Отдает Дэнди Боттл. В итоге дабл дэмэдж будет лежать в Боттле. Дэнди, соответственно, гем, да, получил? Гем у Акста, если не ошибаюсь. Сларк, по-моему, передал ему. Так, вот он выходит. У нее есть Дэдэ, врывается. Пошел, есть Дарк Пакт, Ирпэ. Не получилось дать хороший булыжник в свое время над Скофилда. И Мадарой потратил и БКБ, и Дэдэ. Хороший врыв, зацепили. Есть БКБ, пытаются зафоксить и успеют зафоксить. Имадо, он свапнул с РП. Пойнтом, но и РП не было. Да, возможно, Даггер был в КД. В итоге Сларк продолжает гоняться. Доберется ли до Шрайна здесь, Тимада. Добирается он до Шрайна, получает мультикаст. Дарк Пакт есть. Тимада все еще мансит в форме. Пытается добить Сларк и Сларк. Должен здесь погибать. Новый год кастуется. Тут же поднимают Юл Кристал Мэйден. Флеймбрейк. И на этом как бы все. Байбэк от Акса. Хотят еще подраться. Дэнди улетает отсюда с ТП. Не попадает Скофилд. Ни булыжником, ни с собой. И поймать Бэтрайдера? Ну, можно попробовать. Хотя аккуратнее надо быть. И БКБ, и Шадоу Дэнс в КД. Со скрипом. Со скрипом. Ну, да. Еще и Байбэк пришлось нажать Аксу. Что файт явно не в пользу Веги здесь. Дэнди в двух моментах. Ну, в первом моменте он ворвался. Там реально сбили. БКБ нажать в таких ситуациях. Да мало бы кто нажимал. Ты врываешься. Вроде просто РП нажимать. Но в втором моменте Дэнди был на 100% уверен, что ТБ не успеет. И Сандер его добьют. Это была небольшая ошибка. Конечно, убили ТБ. Но с трудом. Очень много времени потратил Сларк. Ему приходилось бегать там вокруг Шрайна. Пытаться всячески добить, когда он мог другие цели грызть все это время. И сделать больше фрагов. Так, ломаются лардики. Попита. Сбивается Ленка. Есть хороший РП. Ну, а потом хорошо. Сейчас можно зафокусить. Можно зафокусить. Бруда очень много дэмэджа. Теряет статы. Пытается отгрызаться хоть как-то. Паунсом попадает из Мадара. И Попита погибает. Отличный врыв. Все здорово сделали. Ну и попытаться куда-то зайти. 60 секунд нет бруды. Это хороший таймер, скажем так. Мадара. Это иллюзия. А вот это уже не иллюзия. Тимадо. Напрыгнули. Пашел Паунс. Есть и БКБ. Нажимает БКБ. Начинает вгрызаться. Еще будет Паунс. Совсем скоро. Но БКБ в итоге потрачено в никуда. Укатывает Сверспирит. И на этом все. Ну вот так, конечно, БКБ тратить не хочется. То есть команда находилась далеко. Нет пока никакого башера, который мог бы как-то фиксировать ТБ и не дать ему разорвать дистанцию. Ну либо какой-то скаде, который бы замедлял очень сильный. Ты мог бы постоянно пилить по спине, ворвать статы и не дать ТБ уйти. Так, пока небольшое затишье. Вот он, башер появился. Дэнди. Кстати говоря, он ДС-1. Могут его найти. И Батрайдер плюс ТБ с ним неплохо справляются. Но Дэнди не видно. А на топе уже Вега готова забирать Т2. Сейчас придется делать телепорты. Т2 пойдет быстро. Я не уверен, что пойдут Вега дальше. Сейчас в этом нет какой-то нужды. Не забываем, что еще снизу стоит башня. Тоже ее нужно запушить. Чтобы в том случае необходимости можно было сделать мега-крипов в какой-то момент. Кримстон у Акса. Отличный выбор против ТБ. Так, там Акса могут зацепить. Зацепили у него гем. Неприятный будет смерть. Здесь Мадара забегает. Паунсом не попадает. Убегает отсюда Акс. Подальше. Зацепили. Сларка. Тягает он в БКБ. Никого дэмэджа не заходит. Новый год кастует Кристал Мейден. Ее не видно. Погибнет здесь определенно Бэтрайдер. Зацепили также Огрмага. Даркпакт пока не работает. Огрмага снидят. Врыв. Атакса. Да. Байбек уже делает Бэтрайдер. Подходит сюда Тимадо в БКБ. А вот он и Башер. И теперь можно контролить. Дэнди. Погоня в Шадоу Блейде. Есть РП. Зацепили. БКБ подходит уже к концу. Надо будет как-то подвести его или что сделать. Но Тимадо свапнулся по ХП. Получает колбу. Пексу еле живой. Расстреливают Мэйбенек Сайма. Но ЦМК это не та цель. Расстреляли и ладно. Дропнули Бэйна и забирают с него Гем. Отличная дракта для команды Инфомас. У них остались Коры на месте. ТБ Брудмазер. Да, Бэтрайдер выкупился. Но ТБ очень много денег заработал на пару с Брудой. Разумеется опыт. Но наконец-то дали Инфомас реальную борьбу. Вот этот Хекс он все же решает. Он работает. Да и Сларка мы видели. Он там был на грани. Он получил Лассо будучи в Блэкинбаре без ультимейта. То есть убить его не смогли, но почти все БКБ он провел в Лассо. То есть не смог никого убить. Мне кажется, Инфомас поняли, что особо нет смысла Сларка пытаться всю драку вкусить. Но его убить реально трудно. А вот с остальными героями все намного проще. Что с Аксом, что понятно с саппортами. Про которых еще в момент нашей стадии драфта аналитики говорили, что по факту это такой корм. Что для Бруды, что для ТБ. Очень быстро можно их убивать. Они очень тоненькие. Несмотря даже на уровень. Дэнди пытается собрать рефрешер. Сларк на опережение работает. Бабочка еще не появилась у ТБ. А МКБ уже имеется. Хороший такой буст по дэмэджу. Вот она бабочка. 21 уровень УТБ. Сларк, если не ошибаюсь, 24 уже. Скоро 25. И тоже собирает себе... А, нет, Эббисплл собирает. Но это гарантированный контроль. Он здесь нужен. Опять же, фокусить любую цель. Стоять и бить, чтобы она не дергалась даже. БКБ для Бруда летит. Да, и кому-то еще летит ГОСТ. Отличный выбор. Ну, там, может, Огру. Огру, Спирит, да. Кто-то из них приобретает, скорее всего. Есть МОК. Совсем скоро появится Рошан, наверное. Да, пошел таймер. Гарантированный. И... Бруда. Попит и выходит. Есть врыв. Атакса сагрили. Можно успеть зафоксить. Только БКБ над нажать. Да, Попита погибает. Очень быстро его зарубили. Повышенный мувспид. Огромок отходит. Он еле живой. Но зафоксит Бэйна, скорее всего. Бэйн погибает. На лоу-граунде находится почти вся команда Infamous, что не позволяет в Веге продолжать этот файт нормально. Они бруду убили. Бруду убили, да. Это самое важное. Очень быстро. Вот это главная проблема. Без бруды драться трудно. Там все же, кроме урона, там еще элементарный Хекс, который бруда тоже нажать не успел. Он умудрился как-то бруда нажать БКБ. Видимо, в последний момент, в последнюю секунду. Но против Ultimate Axe мы знаем, БКБ не работает. В надежде, наверное, сделать пару тычек, под ультимейтом и вернуться к бою, скажем так, с фулл столбом, но ничего не вышло. БКБ появляется у Crystal Maiden. Интересно, если выбрать хорошую позицию в файте, нажать все эти кнопочки, то с ульты можно много дэмэджа раздать. Тем более, там сейчас уже 18 уровень, не за горами. Для оценки приятная игра, когда ты еще докачиваешься до 15, там деньги начинают просто идти рекой. И поэтому, в общем-то, этот Блэкенбар появился. Вот так вот неожиданно. Так, прыгнули, мейбин экстайм, есть юл, подняли, есть тп от Сларка, они готовы подраться, снимают БКБ, а Сэмка, скорее всего, переживет это лассо. Так и произойдет. Будет ли Колба? Колба на иллюзию. Не то, что хотелось бы. Бэтрайдера в идеале было бы замедлить, но и появляется Рошан у нас. 10 секунд бруды. Забрать его не успевают здесь. Сэмку могли убить, без вопросов, но ребята просто развернулись и решили не рисковать. Они попаялись, что убили бы Сэмку, и их бы зацепили. Так оно и было бы, да. Инфомис оценили ситуацию. Все грамотно. 29-25. Идет 36 минуты игры. По-прежнему ТБ первая позиция по Нитворсу. Перегоняет на 3000 Сларка. И ТБ планирует купить себе Сильвер Рейдж. Этот шестой слот. Очень много разных вариантов. Мы видим в последнее время, там какой-то Блинк может появиться, и Тараска временами. Пока фигбай Сильвер Рейдж у Тимада. А Тимада, конечно, уникальный игрок. До седьмого Интернешнл мало кто о нем знал, но там он показал себя. Но по-прежнему в команде Инфомис. Ставится звездой своего региона. Затягивается игра. Честно говоря, было ощущение, что оно на такой минуте уже закончится. Слушай, ну пара ошибок довольно-таки важных от Веги, что дает возможность Инфомис зацепиться за эту игру и еще продолжать ее. Я думаю, что следующая важная стычка произойдет возле Рошпита, потому что Рошан важен и тем, и тем. Видимо, то, что в наглую заходит Тимада, Рошпит прожимает форму. То есть не ошибаюсь, у него Аркейн Руна, так что можно было сейчас формой это и рискнуть. Так и есть, то есть секунд КД всего. Но Дэн Димон может сейчас зацепить. Может, но одного смысл есть. Врыв, пошел лосок, остается Новый Год. Maybe next time. В БКБ стоит его просто руки расстреляли, да. Он защищен от магии, но от физ урона не особо. Зарубили Бэтрайдера, дропнули гем. В таверне находится при 100 бейдерах. Сларк погибает, вот это огромные проблемы. Булыжник по двоим. Зацепили также Бэйна. Пошел Агротакс, это никак не меняет ситуацию. Трипл килл от Тимада. Пексу отсюда тоже не уйдет. Можно отпевать Шрай, но это ничего не дает. Ультра килл. Сейчас игра может закончиться. Может, они могут спокойно пойти. Не, ну понятно, что они не будут рисковать, но они сейчас могут посносить строений. Там еще сыр Рашпит остался. По-моему, Рашпит его только что должен был забрать, потому что не было на это время. То есть, вы понимаете, Инфомас стояли, били Рошана. На ТБ, когда началась драка, вообще продолжают у Рошана бить. И Инфомас умудрились выиграть. Сейчас форма будет 50 секунд. Ну, это много. Фишка в том, что можно без формы идти. Они заходят, они попытаются выбить байбэк от Сларка, а у Сларка нет байбэка. Хиязор зацепили через Блэйд Мэйл. Спеть ли слатнуть СХП? Успевает. Он успевает слатнуть СХП. Проблемы у Акса. Он должен здесь погибать. Будет ли продолжение? Нет, не будет. Они просто фокусуют бараки. Они не хотят идти давить по Т4, если проще забрать в стороны. Не получилось увести никого. Увез ты иллюзию Дэнди. Ну и Тимада должен добивать. Минус милишный барак. Да, форма остается совсем там. Они сейчас понимают, что там нет байбэка. Они уже точно это знают. Тимада кушает сыр. Но раз ты скушал сыр, то нужно идти дальше. Так и будет. В этом идее Инфомаса не смещается уже вниз. 10 секунд до формы. Перекладывает Сильверейдж. Урень 23 у Тимада. Сларка еще не будет 20 секунд. Можно сыграть через РП, но урона не будет. Вот РП вообще. Да и Аеги снова попытка. Снова неудачная. Падает вторая сторона. Сларк 15 секунд. Огр себя как будто продает. В рейв. Попытка быстро убить Акса. Акса это тайбэк. Я напомню, он выкупался минуту ранее. И падает вторая сторона. Вот так вот. Вот так вот. Две ошибки. Там две-три ошибки. Инфомас совершает переворот. Огр отправляется в таверну. Но задачи выполнены. Инфомас просто отсюда уйдут. И только сейчас появляется Сларк. Посмотри, сколько денег у ТБ на руках. У него 6,5 тысяч. Он планирует купить себе Хекс. Ничего удивительного. А они не хотят уходить. Хотят вернуться. Акса нет. Одной важной боевой единицы нет. Упрыгивает отец Сларк. Будет ли замедление. В рейв пошел. Бэтрайдер достает Бэйна. Буквально пару тычек. Есть фокус. И Хекс пошел на Дэнди. Его могут через минус армор быстро очень убить. Спрятали в Лиммер. Дэнди пока живет. Но еще минус один герой в стане в Веге. И можно отойти. Да, они пошли по топу. Там, кстати, руна дабл дэмэджа находится наверху. Ее можно забрать. Хекс появится у ТБ. Станет чуть проще бороться с Аксом. Ой, с Аксом. Да и с Аксом, в принципе, и со Сларком. Это лишний контроль. Дэнди не надо стесняться. Как в той песне. Знаешь, нужно нажимать блокинбары все же. Потому что уже второй момент за игру, когда он врывается. Неплохой может быть РП, но его контролит. Ему дают в этот раз Хекс. И он не успевает замахнуться. И застанет оппонента. Ну, в общем, там ТБ, конечно, был с Аегисом. Но вот так вот все меняется. 7000 перевес. 31-32. Покупает ТБ доедаус. У него руна двойного урона. Он передумал с Хексом. Планировал Хекс купить у него в кикбайсе. Он не лежал, но он решил купить себе Димон Эйдж. Дэнди, 24-й уровень. Сларк уже давно получил 25-й. Отстает почти на 10000 от ТБ по фарму. Это много. У него, конечно, есть буст в виде импаура, которые добавляют урона. Они не... ТБ контролируясь можно. У них много контроля. Можно его быстро пытаться убивать всеми силами. Но, опять же, пока Егис. Я не понимаю. Два раза убить его трудно. Один раз реально. Досканили. Они знают прекрасное местоположение. Вслепую врываться ни в коем случае не хочется. Надо обойти и сделать круг. Подняться на хайграунд. Так и происходит сейчас. Можно будет увидеть Бруду. Видят. Врыв пошел Агр по-двоим. Круто надо нажать БКБ. Только... Ну вот он пошел. Потому что тот Дензи отличный РП по-троиму можно зафоксить. Даблкил от Дензи уже есть. Пытаются убить. Приходят использовать рефрешер. Минус ТБ. Это дроп Аегиса. Два байбека уже есть от Инфеймос. Ждут. Булыжник. Один залетел. Агро Акса по таймингу. Неужто они смогут зафоксить? ТБ так и происходит. 90 секунд. Он не выкупается. Остальные персонажи Инфеймос уже выкупились. И Огр, и Бруда. Красиво. Красиво сыграли. Законтролили ТБ. Отличный РП первое от Дензи. Дальше уже работа Атакса. По таймингу дают четко. Там реально нужно было тайминг соблюдать прям секунда в секунду. Потому что иначе Блокенбар Агр бы прошел. А дальше БТБ контролировать было бы нечем. Это позволяет составить, сделать два байбека. ТБ в таверне. Да, и денег заработали много. Практически все игроки команды Вегас Падрон. Они отыграли все преимущества, которое упало в Инфеймос в один момент. Когда они забрали две стороны. Так что сейчас можно закупиться немного. Единственное то, что придется дождаться сейчас вот этих рефрешеров. Повторно такой файт провести будет очень сложно. И надо фармить просто. Забрать контроль карты. Гемы есть. Отключить вражеские ворды. Вот паучки, да, раскопаются. Да, вот это качели. Вот это качели. Инфу мы снесли две линии. Но Вега умудрились ответить. Ну вот что, они попытаются сейчас развести ТБ на байбек. Ну 30 секунд. Нет, не-не-не, не будет укупаться. Спокойно отдадут от ту сторону. Не, ну забрать мид, в общем-то, тоже неплохо. Они не заберут мид. То есть есть бэтрайдер сейчас, вот эти фиксы пошли. Булыжники. Это просто, чтобы выиграть время. Ну и в итоге еще фортификейшн прожмется. Это пять секунд. Ну, да. И не получится. Ничего не получится здесь делать. Придется отступить. Да, даже, ну да. Заставили нажать глиф и после этого еще и контратак намечается. Мадара сбивает селинка. Есть баш. Форстаф поднимает юлу. И Расперед живет. Это почти все БКБ. Мадара уходит в никуда. Дроб нулигем. Забирает его Пексу. Бэтрайдер запрыгнул. Зацепил Кристом Лейдом. Пытается зафоксить. Быстрый минус Огромага. Если что, он после байбека. Но добить же его надо. Он просто уходит пешком из файта. Фокус по Хезу. ТБ. Может погибнуть. У него есть байбек. Но он прожал форму. Вот что самое важное. Можно убить. СРП есть. Цепили бруду. Бруда погибает. Из башни просто не выходя. Мадара трипл килл. Пытается летать. Там может трон лететь? ТБ. А у него формы нет. Он не успеет зафоксить трон. Она плевает. Там один байбек. Дэнди еще может здесь подраться. На развороте. Вкатил Сверд Спиред. Подтолкнул его к ТБ. Но ТБ здесь уже справится. Ох, как это было красиво. Убивают. Макс нужно выкупаться. Потому что Инфомас даже вдвоем могут позволить себе пойти в трон. Да. Выкупается патрайдер. Да. Вот этим мулом они говорят, что мы сейчас можем пойти давить. Можно пойти в трон. Можно пойти сделать мега-крипов. Посмотрим, какой вариант выберут для себя Инфомас. Очень много выкупов. Иллюзии появляются. Идеальный рун для ТБ. Можно отправить иллюзии на топ. Самому идти на мид. Либо наоборот. Тут есть масса вариантов. Да, вот эта карта. Слушай, не ожидал я, что вот такой вот первый матч. Первая карта будет настолько активная. Достойно там финала какого-то даже мейджора. Если там теги поставить другие, то вы бы искали. Вот это круто. Да и так круто. И идут. Идут по третьей линии. Подкрался вид бэтрайдера. Но тут как-то иллюзии. Иллюзия работает. Руна иллюзии. Ох, это дота. Как же я люблю. Просто спамнится идеальная руна. ТД не так был бы даже хорош, как вот именно руна иллюзии. И почти барак попал. Надо защищать. Надо защищать барак до последнего. Четыре секунды подлинняться. Надо уходить, инфамаскар. А придется уходить. Они тоже так же без байбеков. Если сейчас вдруг каким-то чудом убивают ТБ, то времени хватит под импауэром, чтобы так же снести им всю базу. Поэтому рисковать нельзя. Ой-ой-ой-ой-ой. Кто бы мог подумать, что первая карта будет такой. 39-37. Такой еще любопытный счет. И это, в общем, отражает сейчас всю игру. Два барака. Но, в общем, даже если будут мега-крипы, я думаю, что для веги это не будет большая проблема. Проблема только если у тебя трон упадет. ТБ неплохо бы купить рефрешера в седьмой слот. Вот прям есть. Да, но ему денег не хватает. Но он сатаник вообще планирует купить, как мы видим. У него до сих пор нет муншарда. И сатаник не помешал бы здесь. Не знаю. Мне не очень нравится. Потому что мы видели драки, где его контролируют 24 на 7. Да, именно. У него вроде как свап хп сейчас есть постоянный. Ну, сатаник, это, конечно, восполнить у тебя здоровье. Ты там бьешь, это даст какой-то лишний запас хп. Но можно собрать что-то другое. Но он пока муншард скушал. Муншард этот точно будет получше. Да. Сатаник это такая штука. Артефакт крутой. Но конкретно здесь он пока смотрится блекло. Учитывая 2 рп. Это как минимум от Магнуса, который позволяет контролировать тебя бесконечно. Смоук. То есть сейчас убиваешь ТБ, убиваешь там бруду. Все, ты красавчик. ГГБП. Поехали дальше. Папита. Ходят. Прожали тоже Смоук. Он сейчас должен пропадать. Все прекрасно понимают. Отпрыгнули Роспирит. Булыжник пошел. Он не попадает в риф от Акса. Его зацепил Бэтрайдер. Его просто утаскивает Бэтрайдер. Кастует Свингрим. Поднимает Юл Бэйна. Не получается дегстовать. Съезу просто. Смада. Смада убить. Есть рп. Раз. Будет ли второй рп. Магнус. До фокуса ТБ. До фокуса ТБ. 120 секунд в таверне. Сларк живой. Байбэк атакс. Они могут продолжать атаку. Им просто нужно привести крипов на центральную линию. Бежит Мадара. Надо убить пачку крипов. Там иллюзию на ДТБ остановить. Это основное. Но Хезу сейчас остановит поток крипов с центральной линии. Притаился здесь Роспирит. Он просто сейчас будет пытаться выиграть время. Он будет пытаться остановить паки крипов. Но ему нельзя появляться. Его быстро настигнут. Да. Решил не рисковать. Там еще и ДД на ботами лежит. Если вдруг забрать, пойти, то пуш будет очень быстрым. А вот и криповки. Т4 почти мертвая. Две катапульты. Быстро роняют вышку и переключаются на трон. Нужно кому-то лететь и дефать определенно. Грифчик является манусом. Кристалмейден. Нет ультимейта. Так бы ультимейт можно положить. Слушай, катапульты работают так серьезно. Пытаются темпы их быстро разрушить. Слишком долго. Слишком долго не будут бруды и ТБ. Столько времени нет. Улетает так же Пехтун. А тамер Спирит пытался всячески убить мебиных тайм, а пошли в трон. Но тут ничего удивительного. Никаких мега-крипов. Надо быстрее снести трон. Появляется Укармак. Сейчас будет выигрывать немного времени. Кидай свои станы. Она была батрайдеру продавать. Шмотки лететь туда же. Что здесь ловить-то? Ну ладно, давайте смотреть. Хорошо. Три игрока. Файрбласс. Мультикасс. Стройной. Хорошо. Дальше что? Дальше что? Лассо надо как-то дать за контроль и Сларка. Стройной игроки. Еще один Мультикасс. Мультикасс. Лассо. Можно вести просто под фонтан. Время выигрывается. Так. Есть Shadow Dance. Он просто выпрыгивает оттуда и начинает регениться. Бруда 10 секунд. Появится совсем скоро Бруда. Кастуется Новый Год. Должен пригибать здесь Бэтрайдера. Они все еще бьют трон. 5 секунд до Брудмазер. Глейфа у команды InfoMas нет. Глейф появляется. Он появляется прямо сейчас. Какой же идеальный тайминг. ТБ 20 секунд. На базе Бэйн. Они смогут что драться? Они смогут что драться? Сларка убить? Можно. Это будет такой провал. Сларка почти убили. Его не будет 3 минуты 30 секунд. С ума сойти Хизу. Воюет с Брудмазера. Попита бьет намного больнее. Неужели они проиграют настолько глупо? ЦМка выкупается. Акс Ларк без байбэков. Там таймер просто нереальный. Три минуты Сларка. Ничего не надо думать. Они могут лететь на ботом сейчас на тревелах. Вот Бэтрайдер покупает тревела. И там ДД. Ну Дэнди может быть украдет? Нет. Он не украдет. ДД. Еще Аркейнру надо. Что происходит? Вау. Вау. КГ. Мне кажется. Ну ладно. Мы не будем играть в КГ. Потому что мы могли уже сказать КГ. Да? В другую сторону. Нет. Не могли. Там качели были. Они не зафокусили Угрмага. Он там выдал 2 или 3 мультикаста подряд. Которые застанили и сбивали Линку постоянно. Хорошая игра. КГ. КГ. О боже. Это жесть. Это просто жесть. Там этот глиф появляется. Очень круто работали саппорт. Как же они выиграли время. Я был уверен. Но когда Бруда появилась, оставалась секунд 15, наверное, нужно было уйти. Но это все не важно. Красавчики. Круто. Круто. Отличная карта. Нужен был какой-то контроль. Вот нужен был Хекс. Чтобы вот этот Угрмаг, когда подойдет давать мультикаст, ты просто запрыгнул, быстро его зафокусил. Все. У него нет байбека. Нет героя, который мешает. А в итоге он просто дает мультикаст раз. Сларк не бьет. Мультикаст два. Сларк не бьет. Потом подходит Бэтрайдер. Цепляет его в лассо. Отвозит его под фонтан, что заставляет его нажать Shadow Dance, иначе он просто погибнет. И по итогу это просто печаль. Это просто печаль. Я по-другому даже не могу это назвать. Да, это была веселая карта. Она была интересной. И любопытно, что скажут наши аналитики по поводу карты. Как они будут по полочкам все раскладывать. Кристалмэй, вам слово. Спасибо, Кату. Спасибо, Лексу. Спасибо, Каманам, за эту невероятную игру в самом же начале сегодняшнего дня. Потому что казалось, что это финал Мейджа, по-моему, там, не знаю, или Интернешнл. Потому что... Что? Они даже не вылетают здесь из этой группы. Здесь никто не вылетает. Почему такие жесткие шпилки? И вообще, что происходило? Давайте разберемся. Начнем с того, что вы сказали, что у нас Сларк, скорее всего, Соленова сможет там затащить. Плюс вообще все по пикам замечательно. Получилась, соответственно, совершенно очень странная игра, в которой все было наперекосяк. Давайте начнем с Лейнинга, чтобы понять, кто же его выиграл. Дмитрий? Дмитрий? Законтрил тебя. Что конкретно уходил? Все понял. Я же сказал, давай начнем с Лейнинга. Что там происходит? По Лейнингу все замечательно в миде. Магнус стоит, у Магнуса появляется раненькая сабелька. Бродмазер толком ничего не делает. И у Магнуса шикарно идут дела. Сларк на легкой линии страдал только из-за того, что кристалмейденку туда в начале игры не пришла. И конкретно одному Бену было трудно справиться с Бэтрайдером и Огрмагом. Потом пришла ЦМ, они прогнали, у Сларка началась хорошая жизнь, и Сларк тоже дофармил свое. Ну и естественно Акс. Акс бегал сверху, Акс тоже свое набирал, у него было намного больше, чем у Бэтрайдера. Соответственно, с Лейнингом у Веги, с которым все было шикарно. Был только один вопрос по поведению Слэм, которая подходила без ничего в ТБ в мели и умирала. Два раза, это совершенно лишний фит. Это тоже сыграло свою роль, потому что ТБ просто получал возможность быстрее начать добирать. Старт за Вегой. То есть у них 4000, у них 5000, и казалось бы, все замечательно, все идеально. И все, что им нужно делать по игре, это давать кол в ТБ и РП в ТБ. То есть два с половиной до ТБ, ТБ умирает, и дальше Сларк и Солянова разваливают всю команду. Ну вот как раз таки попросил, совсем скоро будет, потому что на 37-й минуте тот самый Рашпитфайт, который перевернул вообще всю игру. То есть мы видели, что Вега доминирует, 6000-7000 было. Все по артефактам замечательно, баш появился на Мандаре, который сделал вообще очень много для тимфайтов. Заметь, 12-1-9, заметь, 12-1-9 у Сларка топовый нетерс. Нетерс, не сравните, вот сейчас 22-21, и через 10 минут. И такую игру, то есть нужно закинуть хорошенько всей командой, чтобы в данном случае Магнус, Акси и Сларк проиграли. Класснейших моментов, где пошел РП на Тимада, при этом Мандар вообще не может не наносить никакого дэмэджа, потому что он встанет под контролем. Да, ему до этого дали Лассонов с выкупливнувшегося, выкупом. В общем, вы меня поняли, выксусывавшийся от Майбэка. Вот, как раз-таки еще один файт. Отличный, кстати, дабл РП здесь, то есть это уже вообще когда-то все пошло в пользу Дэнди и компании. Или это не он был? Нет, походу не он. Еще рано. В любом случае тут все не так уж плохо идет. И вот, я попросил в замедленном съемке нам показать, точнее, в замедленном действии тимфайта на Рошпите. Что тут вообще пошло не так? То, что Вега не зашла никуда воевать? Мандара пошел в фокусе от Бетрайдера, который уже отдал Лассо. Красавчик. Не ставь и нажал все свои спелы. Как работает вообще? Шату Дэнс не нажал. К тебе, а как работает Слар? Зашел, нажал первый спел. По откончанию жмешь, там, есть здесь БКБ, БКБ, нет, там, ультимейт. По окончанию ультимейт или БКБ жмешь первый спел, продолжаешь, ну, вот и так далее. То есть, гипотетически у тебя, там, 4 секунды, 10 БКБ, 4 секунды, Шату Дэнс 4 секунды, что-то такое. И ты живешь в драке, набираешь стаки, армор, урон, грубо говоря, там. Он Шату Дэнс просто не нажал в этом, в этом замесе. 25 секунд, да, этот парень не совладал. Дэнди в том замесе тоже не прожал ульт. Вот, как бы, у него там в конце оставался ультимейт, оно толком не нажало, и по итогу мы видим, как Литхем слабо нажимает кнопки. Вот здесь вот замес здорового человека, где даже проигрывать 10 тысяч голды, нужно просто дать РП в ТБ. Не постесняться дать второе, потому что, на самом деле, они все еще играют в одного короба, да, здесь такой саппорт, который бегает, дает Асайленс, дает Анхекс, что-нибудь дает, лишь бы противник не трогал моего ТБ. И по итогу замес, в котором у ТБ был Аегис, они выигрывают вообще без шансов, только потому что они все делают правильно, они нажимают на свои кнопочки, и все хорошо. А вот дальше начинается дичь. Да, и вот здесь Ларк, то есть вот плюс-минус и правильно нажимает, там... Здесь они Аград не добили вообще жестко, то есть они сейчас будут в него просто вгрызаться всей командой, и в конце концов он пешком просто уйдет, вот, смотрите на этот. Всей командой фокусить Огрмага. Замечательное решение, замечательные действия от Литхем, молодцы. Почему ты их так зовешь? Да, да. Литхем, я вижу Литхем, то есть... Да, да, Литхем, то есть... Я просто чек, я вижу Литхем, я говорю Литхем. Да, почему Литхем? Даже так, конечно, если больше Литхем. А, Литхем, хорошо, Литхем, Литхем. Прошу прощения. Ну, соответственно, еще будет замечательный... Мы-то переживем. Да, мы-то переживем. Будет еще замечательный файт уже около Ancient'a, Command & Famous, там тоже очень много вещей произошло, скоро мы до него дойдем, по-моему, он просто центральный. Очень здорово так все это выглядело, вот эти все эти файты. Именно вот смотреть было прикольно, то есть ты понимаешь, что да, это вот игра ошибок, скорее всего, при любой другой команде этого все равно бы не было, но смотреть было приятно. Это факт. Притом, что, ооо, вот эти, вот эти разные рп-ши, просто кайф. Красочные драки, да, там все, что-то там туда-сюда, опять же, опять сварк молодец, то есть у него есть, допустим, Абисно, видит Лотус. Нажимай первый спелл, под начало касс дает Абисно, чтобы дать дизейбл, но не встать в нем, не даже, ну, на полсекундочки. Вот это вот тот самый файт, что здесь прошло не так? Помимо того, что фарта поднялась очень-очень вовремя. Не знаю, берешь любого героя... Фарр стоит на лоу хп, может просто отойти, паригенец, а он вместо этого стоит и продолжает впитывать. Берешь любого героя из двойки, который стоят около трона, агришь огру, убиваешь его. Все, все, что тебе нужно было сделать. То есть ты хочешь сказать, что Хезу вместо того, чтобы кого-то агрить, бил трон, он из-за этого, соответственно, не получилось нормально забрать. Ну, например, то есть знаешь, сколько ДПС в акции? Нет. Примерно 0 по зданию. Так, ну, не просто отойти и паригенец, то есть он продолжает активно бить трон, у него есть шаду, поэтому он может в любой момент выйти из драки, просто немножечко паригенец восстановить себе полностью в жизни, тогда им будет попроще. Хорошего из противников. Лаки Ченов, а, Мадар, смотри, что сделал, смотри, что сделал Мадаро. Мадаро вам побежал куда-то, один, вталять свои команды, команда нету. Регенец, то самое. Да, потом, ну, пошел регенец, ну, не сюда же, подойти назад, отойти. Зачем сюда отойти регенец? Он просто такой смотрит на Респирит, и Респирит на него набегает, он вообще не реагирует, и Респирит его погибает. Потом его идет спасать Команда, его идет спасать Хезу, Хезу, естественно, тоже погибает. Потом вместе с ним еще погибает и Maybe Next Time, и это провал. То есть Мадаро просто пошел регенец вот туда, хотя можно было просто подойти назад. И это просто провал от Мадаро, то есть это реально закидон, закидон дня. Может быть, закидон неделю, может быть, закидон года. Чтобы попасть в закидон года, надо что-то пожёстче закинуть в плане турнира. Ну подожди, надо сначала попасть в минора на мейджор, его там закинуть. Вот это был закидон года, но на закидон месяц вполне тянет. И вот тебе ответ, почему в данном случае ребята не тащат, они очень слабо играют. Это то, почему мы смотрим первый матч лазеров с этими командами. Но давайте кого-то всё-таки по-доброму выделим в VP матча. Ты представляешь, что он вообще створил? То есть они проигрывали там буквально всей командой 1010, у него был от Сларка 3 тысячи. Против Сларка его герой не профильный, это там не против какого-то, я не знаю, там Ликантропа воевателя или Лайфстиллера. Ему тяжело, потому что не можешь нормально его с ним. Не слаботься, ничего у него, то не уязвимость, то инвиз, то еще что-то. Он тебя ест, а ты забирается, урона меньше, армора меньше, в общем-то тебе грустно. Здесь смог, собрал, плюс 10 тысяч, правильные слоты, никаких храпир, там ничего не стал выдумывать. Бах-бах-бах, по полочкам и закончил. Эр Спирит, очень много импакта, все время напрягал Магнуса, все время мешал ему скастовать ультимейт. Аксу постоянно мешал, сбивал Бейну, ЦМки, все что можно. И Эр Спирит тоже отыграл качественно. То есть потом, когда появились БКБшки, уже было посложнее реализовывать себя как кастера, но до БКБшку он отыгрывал на все 100. Можно также в рамках тимфайтов выделить Битрайдера и Бруду, которые именно выбирали правильную цель и правильный тайминг для дизейбла. Потому что того же Сларка поймать в лассо, ну тяжеловато, но здесь получалось дать к нему хекс, так чтобы он именно простоял, когда у него есть БКБ и ультимейт, тоже тяжеловато, но у них все получается. Окей, мы продолжим с этим матчем после маленькой рекламы никуда не убегать. Включайся! Мегафон! Крекер и Тук, запасись лутом для прокачки! Ой, плюс 5 культе, друзья. Ну что ж, отправляемся мы на вторую, точнее, на обсуждение второй карты. Хотя все еще хотел спросить еще один важный вопрос по поводу предыдущей, потому что всех волнует, конечно же, не Вега Сквадрон, не, конечно же, Инфеймус. Как сыграл Дэндос? Ну, Дэнди играл во многих моментах хорошо. То есть у него была четкая задача. Я должен дать РП и второй РП в ТБ. Он давал первый РП и второй РП в ТБ. И по чемпионатику подал даже по бруде, еще по кому-то, так что нет. Еще линию выиграл. Линию выиграл, бафы давал. Тут все хорошо. Проблема в том, что потом команда решила драться, когда не было двух РП, или когда вообще не было РП. Они просто шли, дрались и умирали. Сларк забежал куда-то вдалеке от своей команды и в соло погиб. Но это уже была не проблема Дэнди. Дэнди в этой игре сделал хорошо. Гипотетически можно было даже, наверное, еще лучше сыграть, но не критично. То есть я имею в виду, что там он по разу перевокатывал иллюзии, там не угадывал. Но это игровые моменты, тут без претензий. Там были очень хорошие моменты, где он, допустим, когда уже вся команда умерла, Сларка убивают, он урывается, дает РП, в итоге спасает Сларка. И все хорошо только потому, что он решил развернуться и войти в опасный момент. Хорошо, если взять то, что Дэнди сыграл уверенно, при этом все его команда все-таки не отличалась настолько отличной игрой. Может быть, все-таки в следующий пик дать ему что-то более ответственное, что то, что способно само вытаскивать в флите? Нельзя брать одного кора для Мадары, потому что это провал. То есть Мадара в этой игре руинил как мог, вообще изо всех сил руинил по всем фронтам. Он там где-то не прожимал шаду Дэнс, где-то просто умирал, где-то вообще бил не того. Это потому, что это его сигнатурка вообще по логике вещей. Он очень много отыгрывал раньше на Сларке. Было дело, да. Это его сигнатурка? Его по КД просто правильно. Один из популярных героев для этого игрока. Это его сигнатурка. То есть да, может быть хуже. Это его сигнатурка. Все будет хорошо, если они возьмут его снова или что-то другое. Хорошо, если будет еще второй Кэрри, который тоже будет бить. Он возьмет и бежит снова, где-то умрет там в кустиках. Давайте так, опять же вспомним, что это Дэнди. Гипотетически там инвокер свежеметовый может появиться. Лина. Что с него есть? Какой-то полтемпларк. А Куапи сейчас нехорошо. Куапи очень плохо. Очень плохо. Зевс. Дэнди в паблике очень много. Зевс он играет. Гипотетически Кунка может появиться под определенные пики. Против какого-то героя. Так что у него есть героя. Он может кого-то выбрать и добрать именно от второго Акора. Здесь хороший был пик, опять же. То есть Мадара не доиграл. Мне кажется, основная проблема именно в этом. То есть то, что так все вещи не было видно и слышно особо. Он очень хороший старт дал. Для своей команды много выформил. В целом по игре у Дэнди была идея в том, что надо именно в ТБ ворваться. И у Акса. И он нажал в Блэдмейл, впрыгивал. И вот много драк. Где именно его вот Блэдмейловский возврат урона давал возможность убить ТБ. Стоило было брать вот этого второго саппорта, тоже такого же тонкого, как и Бэйн, да, условно говоря. То есть у тебя две по факту такие мясные котлетки. Ну не совсем понятно. С одной стороны герои хорошие. Единственный минус, что они оба вот долгокастующие. То есть Бэйн нажал руки и стоит. Сэмк нажал и стоит. А там уже был земель. И можно было, наверное, подобрать что-то другое. Но Сэмк дала им такой классный старт для всех коров. У тебя три героя, не приседающие по мане, которым нужна мана. У тебя Акс с удовольствием горелки агры кидают по возможности у тебя у Магнуса. Не проблема в том, чтобы лишний шок вайф запустить. Сларк выфармливает постоянно. У него вот эти вот 40 мана на Дарк Пакт. Всегда есть. Пока идет кулдаун, примерно столько заергенивает. И поэтому Сэмк тут была тоже хороша. И непонятно кого менять. То есть хороший пик подойдет. То есть больше проблем в недоигрывании. В недоигрывании. Ну да, вот как раз таки по поводу недоигрывания. И по факту того, что ты уже настолько был близок к тому, чтобы победить. То есть, опа, что это? Это голосование за MVP. О, легчайший опрос для Дендоса. Ну, здесь он был молодец. То есть здесь он реально делал все возможное. Так тут даже независимо от того, где он был. Это не MVP, я расшифрую. Это медийка. Да. Это мы уже расшифровали вчера. Да, но конкретно здесь он молодец. То есть здесь он молодец. Вопрос в другом. После подобной игры вообще как можно не залить вторую в салат? Легко. Потому что эта игра не отличается от всех предыдущих. И либо они давно заливают одну за другой. Либо для них это стандартно. Вообще стандартно такая игра чуть-чуть не доиграет. Я комментировал квалификации, где играл Мадара. Он там стабильно начинал каждую игру за Вивера, имея 0.5, 0.6. Он каждую игру играл ужасно. И каждую игру вытаскивал команда. Каждую игру вытаскивал парень с ником Мэйдж, которого, кстати, на этом турнире нет. Да, он, соответственно, не приехал. И Орданец. То есть он прекрасно играл там на инвокерах, на штормах. Он очень круто исполнял. Конкретно все квалификации для Литиум, а ныне Вега Сквадрон заключались в том, что Мэйдж дамажил, Мэйдж вытаскивал катки. Пока Мадара бегал и фидел каждую игру.